Девушки отдыхают Медаль Колобанова Для того, чтобы победить в виртуальной игре, нужно подбить за один бой пять танков Но тот легендарный танкист, чьим именем названа желанная для всех медаль, в реальном бою подбил в несколько раз больше Колобанов, черт подери! Докладывай, где немец? 18, 20, 22 На этих кадрах попытка аниматоров поминутно разобрать самый невероятный танковый бой Великой Отечественной 20 августа 1941 года на подступах к Гатчине под Ленинградом экипаж Зиновия Колобанова за полтора часа уничтожил 22 немецких танка А его рота, состоявшая из пяти танков КВ, подбила в общей сложности 43 машины врага Сразу после сражения на позицию Колобанова примчался командир батальона Услышав число подбитых танков, он привез с собой кинооператоров, которые оказались на передовой Они засняли дымящиеся немецкие бронемашины И есть те, кто заявляет, что видел эти кадры Их демонстрировали бойцам на передовой Однако до сих пор отыскать эту пленку не удалось За 70 с лишним лет подвиг Колобанова под войсковицами и перешел в разряд легенд Появилось немало критиков, которые утверждают, это, мол, просто невозможно Впрочем, в истории нашего героя все так Одно белое пятно на другом, как на старой кинопленке И все же сегодня мы постараемся восстановить истину Я как приеду, сразу же тебе напишу Не надо, у тебя не будет времени Просто дай телеграмму и все Нет, я непременно напишу Ты жди письма Они еще не могли представить себе, что ничего Ровно ничего из того, о чем они сейчас говорили Уже долго, а может быть и никогда не будет в их жизни Именно такая сцена, как в фильме Александра Столпера «Живые и мертвые» Была в жизни Зиновия Колобанова Всего три недели прошло с момента, как они с женой стали молодыми родителями На свет появился их первенец, Гена И вот война Отправляя жену с ребенком в эвакуацию, чтобы самому убыть к месту назначения Зиновий верил, скоро они увидятся Однако о судьбе своей семьи он ничего не знал до самой победы Бабушка не знала вообще, где находится дед Не получала никакого удовольствия У них было документов о том, что она жена военнослужащего И дед не знал, где находится его семья То есть, в принципе, полностью были потеряны И нашли друг друга только в 1945 году Зиновий Колобанов получил назначение на Северный фронт В тот момент ситуация складывалась катастрофически Красная армия, истекая кровью, отступала по всем фронтам Немецкая группа армий «Север» 300 тысяч солдат, тысячи орудий и самолетов Неудержимо шла вперед Лавина 4-й танковой группы должна была одним махом снести нашу оборону И к осени взять Ленинград Казалось, их не остановить Северный фронт Зиновий стал командиром роты тяжелых танков КВ-1 Первого танкового полка 1-й танковой дивизии Со своими подчиненными он познакомился на Кировском заводе Сами экипажи участвовали в сдачах танка своего То есть, прямо на заводе они находились И формирование подразделения происходило при Кировском заводе В общем, в этом завод был заинтересован Потому что заводу не хватало квалифицированных рабочих Насколько их совершенно бессмысленно и бездумно попризывали в армию в 41-м году Вот А это в основном все-таки были танкисты, которые знали технику Которые, в общем, умели держать в руках инструменты То есть, они фактически собирали свой танк Что самым положительным образом отражалось на качестве сборки В роте Колобанова было пять тяжелых танков КВ-1 Первые бои они приняли под Кингисеппом И с этого момента постоянно отступали Это были оборонительные бои Без особого успеха, где стремительно происходило наступление И, как такового, таких массовых засад еще не было Но уже боевые действия были Боевые действия были связаны с тем, что очень много частей Было или под угрозой окружение, или были окружены и выходили На подступах к Гатчине Колобанова неожиданно вызвал Командующий 1-й краснознаменной танковой дивизией Герой Советского Союза Баранов Приказ Камдива звучал коротко, но емко К Гатчине ведут три дороги Перекрой их все и стой на смерть Гатчина тогда была ключевым пунктом обороны Ленинграда Новгород немцы уже взяли это здесь Чудово железная дорога уже тоже перерезали Оставался вот этот кусочек Гатчина Если они это брали, вся лужская группировка советских войск К Ленинграду не отступает, а оказывается в мешке А Ленинград оказывается беззащитным И в распоряжении Камдива была, собственно, рота Колобанова Она только пришла из Питера Пять танков Рота Колобанова должна была прикрыть отступление курсантов и преподавателей Новопетергофского военного училища Которые почти две недели сдерживали продвижение фашистов И главное, танки Колобанова должны были выиграть хоть немного времени для эвакуации Гатчины Но танков было всего пять Как перекрыть ими сразу три дороги? И Колобанов отправляет два танка на одну дорогу Два танка на другую Сам с одним Садится на одну дорогу, где он точно знает, что пойдет танков 20, 30, да? Ну, смертник То есть он осознанно совершенно Он и его экипаж вот старались сделать Старались просто повыбить побольше Ширина обороны роты Колобанова была огромной Около 10 километров Колобанов не просто отправил танки на позиции А лично выбрал места для засад Там, где немцы не могли развернуться в боевой порядок К примеру, танк младшего лейтенанта Евдокименко На Лужской дороге стоял недалеко от противотанковых надолбов Чтобы пройти между ними, немцы вынуждены были выстраиваться в колонну Рядом с позиции лейтенанта Ласточкина Дорога была зажата лесами И возможностей для маневра у немецких машин тоже не оставалось Свой танк Зиновий поставил там, где слева и справа от дороги были заливные поля Непроходимые для танков Колобанов и наводчик Усов заранее наметили два ориентира Первый – это сдвоенные березы в конце перекрестка Второй – сам перекресток Ну, может быть, я скажу так неожиданно Да-да, ему тогда самолеты Он бы и их, может быть, как-нибудь так бы Или на деревьях разместил бы Или подвесил как-то Или бы зарыл бы Но вот во всей этой истории я вижу интеллект Я вижу выдумку Я вижу изобретательство Я вижу совершенно ту войну, которой еще не было в 41-м году В первые недели войны тактика засад оказалась наиболее эффективной Отступая, Красная Армия растеряла преимущество в технике Которое было у нее до начала войны Танков не хватало в первую очередь Приходилось уклоняться от прямого столкновения и брать хитростью Именно так и решил поступить старший лейтенант Колобанов Мы с вами стоим на перекрестке Возле нового чехоза Где, предположительно, и находилась позиция танка роты Колобанова Она находилась здесь, на краю леса Единственное, что вот этих вот деревьев не было Видно, что они молодые Появились сравнительно недавно А вот эта дорога в сторону железнодорожной станции войсковицы По которой шла немецкая колонна Колобанов выбрал небольшую высоту Дорога, как на ладони, в этом месте шла под углом Никаких естественных укрытий не было Ночью подошло охранение рота солдат Танк без пехоты защищен плохо Но окопаться и отдохнуть Колобанов им не дал Приказал помогать готовить две позиции для танка Основную и запасную Нужно понимать хорошо, что значит откопать основную позицию и запасную Это огромный танк, его нужно закопать Тяжеленный труд Тогда не было этих лопат для самоокапывания То есть все копалось только вручную 4 метра на 5, на метр или на полтора вниз Для КВ надо даже больше выкапать, потому что он длиннее И танк ставится в этот окоп по башне Даже немножко выше Еще бруствер досыпается То есть над бруствером пушка идет То есть даже не вся башня Вот стык башни с корпусом тоже укрыт Во-первых, его мало того, что очень тяжело заметить В таком положении У него попасть-то проблема большая То есть там большая часть боекомплектов у немцев улетела просто в молоко Утро 20 августа 1941 года было ясным Солнце поднималось все выше Тихо было, под войсковицами Из-под маскировки глядел он дорогу орудия КВ Часов в 10 раздалась отчетливая стрельба слева с Лужского шоссе Колобанов получил сообщение, что один из экипажей Вступил в бой с фашистскими танками Это был утренний бой на Лужской дороге Притом Колобанов слышал, что бой идет на Киевском шоссе Он понял, что его рота уже вступила в бой Соответственно, немцы попытались обойти Позицию курсантов с одной стороны Но не вышло Они натолкнулись на нашу оборону Сначала на дороге появились мотоциклисты Разведка Колобанов приказал их пропустить Еще с вечера они договорились с пехотинцами Не открывать огонь без его команды Вслед за мотоциклистами появилась колонна танков Люки открыты Часть немцев сидела на броне Экипаж нашего танка даже различал их лица Так как расстояние было всего около 150 метров Притом он и кто-то из его экипажа Четко все пересчитали Их было 22 Что было с мотоциклистом? Нет информации То есть их пропустили, чтобы не выдать позицию Увидев, что Колобанов позволил мотоциклистам уйти Комбат Шпиллер Следивший за всем с наблюдательного пункта Стал кричать в шлемофон Ты чего немцев пропустил? Когда следовавшие за ними танки шли уже в поле зрения Комбат снова не смог сдержаться Черт тебя возьми, чего медлишь? Колобанов отключил связь И только после того, как первый танк вплотную подполз К ориентиру номер один скомандовал По-главному прямой выстрел под крест бронебойным Огонь! По первому танку они выстрелили Потом по замыкающему, потом посредине Потом начали расстреливать просто по порядку Что он чувствовал один против двадцати двух? Эмоций не было После первого выстрела даже время перестало существовать Сам Зиновий Григорьевич уже после войны Отвечал журналистам Я военный человек Получил приказ стоять насмерть А это значит, что противник может пройти через мою позицию Только тогда, когда меня не будет в живых Я принял приказ к исполнению И никаких страхов у меня уже не возникало И возникать не могло К тому времени Зиновию Колобанову Уже не впервые было идти на смерть по приказу Это мой дедушка, его родная сестра и брат Это еще до службы в армии А это он когда учился в Орловском танковом училище Это, наверное, тридцать второй год В архиве семьи Колобановых собраны не только все награды и документы героического предка Но и публикации разных лет Именно газетные статьи внесли больше всего путаницы в историю подвига Зиновия Колобанова и его биографию Например, вот под заголовок Трижды горевший, уволенный и разжалованный старлей Откуда-то добавились такие подробности Мой отец, когда читал эти газеты, он удивлялся, говорил, что это Появились факты, и кто братался И что его увольняли, и разжаловали Только не хватает еще лагерей и чего-то еще У Зиновия Колобанова даже с датой рождения Чехарда В одном месте пишут, что родился в 1910 году Другие источники утверждают в 1912 Я думаю, что непонятно дата рождения Из-за того, что он, в общем-то, родился в неспокойное время И есть предположение, что матери задумывались Как бы ребенок не оказался в армии Родился 25 декабря 2010 года По документам по разным, там, биографии Там было записано в личном деле, что он родился позже, как в 1912 году Родители были нижегородскими крестьянами Отец погиб во время гражданской войны Мать переехала с Зиновием и еще двумя детьми в соседнее село Повторно вышла замуж Иначе было не выжить С тремя малолетками Когда в селе стали организовывать колхоз 19-летний Зиновий принимал в этом активное участие Он был очень целеустремленным И, окончив 8 классов средней школы Отправился в Нижний Новгород Получать образование в индустриальном техникуме Из техника моих по призыву забрали в армию По призыву Из армии он поступил в Орловское танковое училище Вот, ну, окончил Орловское танковое училище И попал служить в Ленинградский военный округ Потом стал офицером в предвоенный период Ну, если брать до советско-финской Есть характеристики Колобанова Где ему дается командирами оценка Ну, как хорошего офицера Но каких-то хвалебных, каких-то завышенных оценок там нет Однако в 1939 году Когда Колобанов попал на советско-финский фронт Он привлек себя внимание командования Храбрость лейтенанта граничила с безумством 20-я тяжелая танковая бригада В которой Колобанов служил командиром роты Первый вышла к неприступной линии Маннергейма Именно рота Колобанова, вырвавшись далеко вперед Оказалась на острие удара Тогда он впервые горел в танке Сам по себе факт того, что человек горел в танке Не говорит о его неумении Вот тот факт, что он не сгорел в танке Говорит о том, что он действовал в этой ситуации правильно В советско-финскую войну Колобанов горел в танке трижды И трижды спасал свой экипаж Второй раз в бою у озера Вокса Его рота снова вырвалась вперед И опять пришлось выпрыгивать из горящей машины Третий раз горели при рейде на Выборг Недостаточно была изученная система минных полей финская То есть, ну, просто не было такой возможности изучить Потому что, как бы, туда в тыл пройти было довольно сложно Вот, поэтому нарывались и на мины Ну, могли нарваться А минные постановки, минные поля, как правило, у финнов прикрывались дотами С которых они сразу начинали по обездвиженной машине вести артиллерийский огонь Журналист ленинградской правды Игорь Лисочкин утверждал Что в те дни за героизм лейтенант был представлен к званию Героя Советского Союза Однако награды не получил Якобы из-за того, что по случайности попал на фото, опубликованное в финских газетах После подписания мирного договора с нашей страной Солдаты армии противника устроили братание с русскими солдатами Вроде как во время этого корреспонденты финские сфотографировали просто Как общаются офицеры советской армии с офицерами финской армии Никакого братания там и не было вроде бы Но вы представляете, вот в момент, когда подписан мирный договор с Финляндией Политоотдел, например, попадает фотографии с финской газеты, где находится фотография моего деда Вот просто представьте, любой офицер, который попал на фотографию бывшего противника В личном деле Колобанова есть запись лишь о награждении его орденом Красного Знамени И никакого упоминания о звезде Героя При этом Колобанов был еще и понижен в звании и даже отправлен в запас В строй вернулся только с началом Великой Отечественной И сразу попал под Ленинград И 20 августа 1941 года под Гатчиной встретил колонну немецких танков Огонь был открыт по танкам, при том начале по головным, которые вышли к перекрестку И по тем, которые замыкали колонну, немцы оказались блокированы на дороге Они пытались съехать с дороги, но застревали в непроходимой для них болотистой местности И, соответственно, оказались в ловушке Кто же противостоял нашим танкистам? Выяснить это сегодня практически не представляется возможным В тот момент на Гатчинском направлении действовали три немецких танковых дивизии Шестая, восьмая и первая Танковые группы в этот день активно маневрировали Но проблема для историков заключается в том, что еще не обнародованы на данный момент данные По немецким танковым полкам и батальонам Которые совершали очень сложный маневр Таким образом, сложно дать однозначный ответ Какие именно танки вышли навстречу экипажу Колобанова? Чешские П-38 или П-35? Или немецкие Панцевы? В любом случае, их попытка открыть ответный огонь не увенчалась успехом Танк Колобанова был закопан по самую башню Так что попасть в него было сложно Если и попадали, то даже лучшие немецкие танки того времени Панцер 2-й серии, 3-й и даже самый последний, 4-й Большого ущерба нанести КВ не могли При этом пушка советского танка пробивала любую немецкую броню Учитывая характер задания, еще перед выходом на позиции Колобанов приказал всем экипажам взять двойной боекомплект бронебойных снарядов Отказавшись от осколочно-фугасных В 41-м году, что КВ-34 на любой дистанции танкового боя А это где-то в среднем 500 метров, ну в пределах 1000 метров Было достаточно только попасть в немецкий танк Причем куда угодно Только попасть Вот с этим попаданием-то как раз и была самая большая проблема Но опять-таки у КВ с этим дело обстояло лучше, чем у Т-34 Потому что КВ был экипаж из пяти человек У него был самостоятельный командир Колобанов сделал огневую точку Он организовал такую долговременную огневую точку Он правильно выбрал место устройства Капанира Он замаскировал все свои танки Он поставил правильно их там, где надо Это крепость, рубеж, созданный одним толковым, талантливым командиром Но я сейчас не гарантирую, что я смогу взять Колобанова Это момент напряженного боя в виртуальной игре Которую без преувеличения можно назвать одной из самых популярных в мире В нее играют 150 миллионов человек И каждый стремится завоевать самую престижную награду Медаль Колобанова Для того, чтобы победить в виртуальной игре Нужно подбить за один бой пять танков Но тот легендарный танкист Чьим именем названа желанная для всех медаль В реальном бою подбил в несколько раз больше Колобанов, черт подери! Докладывай, где немец? 18-20 22 Один! 22! 22! На этих кадрах попытка аниматоров поминутно разобрать самый невероятный танковый бой Великой Отечественной 20 августа 1941 года на подступах к Гатчине под Ленинградом экипаж Зиновия Колобанова за полтора часа уничтожил 22 немецких танка А его рота, состоявшая из пяти танков КВ, подбила в общей сложности 43 машины врага Это то, что машина принимала участие в бою в начале 41-го года Танк экипажа Колобанова был не такой простой, как этот, а с секретом Экипаж Колобанова еще на заводе попросил инженеров усилить броневую защиту К серийным 75 миллиметрам добавили экран толщиной в 25 миллиметров Итого 100 миллиметров брони, как у немецких тигров, которые на тот момент существовали лишь в проекте Есть фотография, где стоит экипаж, видимо, сделанная еще до боя Или, может быть, сразу после боя Известная фотография такая самая И там четко видны эти здоровые головки болтов, которыми крепились дополнительные брони Гранированный танк – это безнадемно Только 88-миллиметровое немецкое зенитное орудие тогда имело шанс пробить броню КВ-1 Но это немцы поймут гораздо позже А в тот момент они открыли шквальный огонь из танковых орудий Но в своем КВ экипаж чувствовал себя совершенно защищенным Правда, голова гудела Словно колокол от каждого попадания немецкого снаряда Сколько там у него было? 143, что ли, насчитали вмятины, да? 143 попадания, ну вот сядьте в железную бочку И пусть два раза по этой железной бочке ударят там молотком или кувалдой Ваш товарищ, мало же не покажется А КВ, сама техника блестящая И он блестяще и распорядился Немцы неправильно оценили, откуда ведется огонь Они открыли огонь по стагам Тсена Только потом разобрались, открыли огонь по танку КВ Экипаж Колобанова работал как одно целое Колобанов с неожиданным даже для самого себя хладнокровием отдавал приказы И все беспрекословно исполняли их После того, как загорелся 8-й немецкий танк Наши воины уже сбились со счета Фашистская колонна была полностью обездвижена И экипажу КВ-1 оставалось только расстреливать их подряд Военное искусство требует изобретательности Требует холодного расчета Требует выдумки И ты не грубой силой побеждаешь Ты побеждаешь интеллектом И мы видим здесь не победу КВ над панцирами немецкими А мы видим победу умного командира прежде всего Над теми, кто идет напролом Фашистам пришлось подтягивать противотанковую артиллерию Только мощной пушкой ПАК-40 удалось повредить приборы наблюдения и нацеливания советского танка Но экипаж танка, потерявшего зрение, продолжал сражаться Лишь сменил позицию После обстрела именно из артиллерийского орудия Именно после этого они вынуждены были отъехать Потому что перебили им все триплексы Они переехали на запасную позицию Заменили, по-моему, триплексы, чтобы можно было дальше наблюдать Ну и потом или восприняли, что отступили По ним больше не велся огонь И он доложил, чтобы комплект уже на исходе И была заклинина сама башня На поступок к Красногвардейску немцы были задержаны Что дало возможность и вывести часть музейных ценностей И вывести архивы партийные, исторические, государственные И вывести, извините, евреев Чтобы их не расстреляли тут же немцы И прочее, прочее сделать Позже стала приходить информация с других перекрестков На Лужской дороге экипаж лейтенанта Сергеева Уничтожил восемь немецких танков Экипаж младшего лейтенанта Евдокименко пять Правда, сам лейтенант погиб Экипажи младшего лейтенанта Дегтяря и лейтенанта Ласточкина Сожгли по четыре вражеских танка каждый Получалось, что пять танков из роты Колобанова В общей сложности уничтожили 43 немецких танка Потеряв всего один Командующий дивизии Баранов Немедленно подписал приказ о присвоении Всем членам экипажа звания Героев Советского Союза Но золотой звезды Колобанов и в этот раз так и не получил Вместо звезды Героя Колобанова наградили ордену Красного Знамени Почему не наградили звездой, а наградили орденом? В это время Ленинград был уже много месяцев в блокаде В городе был голод Обстановка на фронте была очень тяжелой И возможно командование решило, что коль Красногвардейскому удержали То есть все-таки это непобедная наступательная операция Напомним, Красногвардейском тогда называли Ганчину И для того, чтобы удержать город У Красной Армии объективно не было достаточных сил Так что вероятнее всего дело было в личности самого Колобанова Версии есть Первая, это финская война Это все-таки след оставляет какое-то на себе И даже несмотря на то, что там ничего не было В личном деле это имелось Вот, второе, это отключение связи со своим комбатом Ну, это на самом деле достаточно большой проступок Наказали ли его за самовольное отключение связи с командным пунктом Сам Колобанов никогда не упоминал А в документах об этом нет ни слова Его рота вернулась на Кировский завод и почти сразу пересела на новые машины Буквально через неделю вернулись в строй Шли тяжелые бои в пригородах Ленинграда И рота била фашистов без перерыва Во время одной из коротких ночных передышек Всего через две недели после эпической битвы под войсковицами Танк Колобанова попал под артиллерийский обстрел Ночью на пополнении должны были пополнить их снарядами и горючим Он сказал, что возле какого-то кладбища стояли Ночь, вообще ничего не видно И начался обстрел Говорит, и просто бух и перевернуло меня, просто перевернуло Вот, земля перевернулась и все И ничего не помню больше после этого Ранения были очень тяжелыми Осколки попали старлею в голову и позвоночник Колобанова сначала отправили в госпиталь в Ленинград Оттуда в тыл, на Урал Его успели вывезти всего за несколько дней До того, как кольцо блокады вокруг Ленинграда замкнулось Дед рассказал, что он вообще не помнил, кто он и что он И что с ним, вообще не помнил И то, что он учился заново ходить Он не мог стоять вообще Он, говорит, ноги не держали И руки не двигались нормально То есть тяжелая контузия Он с этими осколками до конца жизни не прожил Он даже давал щупать осколки на затылке Нельзя было их никаким образом уже извлечь Из госпиталя Колобанова выписали лишь в июле 1945-го Только тогда ему удалось найти свою семью И он начал учиться жить заново с единственной мечтой Вернуться в строй В 1945-м году он прошел свидетельствование, что может служить И служил еще после этого И находился еще в 1946-го, по-моему, году Он находился в Германии Три года И потом перевелся в белорусский военокруг Васиповича Несмотря на то, что формально Зиновий вернулся в строй Полученные раны были слишком тяжелы В конце 50-х 48-летний подполковник Колобанов ушел в запас Работал на заводе И никто вокруг не догадывался, что имеет дело с легендой В начале 2000-х в Минск прилетела делегация Бундесвера Немецкие военные, среди которых были преподаватели Академии Генштаба Стали приставать к минским коллегам с расспросами о величайшем русском танковом асе Зиновии Колобанове Хотели поклониться могиле героя, о котором им рассказывали их профессора А теперь они рассказывают своим слушателям Но оказалось, ответа на этот вопрос никто не знал Пришлось искать И действительно выяснили, что Колобанов работал на Минском автозаводе А теперь лежит в скромной могиле на Чижовском кладбище Как же получилось, что до некоторых пор Нашего героя лучше знали за рубежом, чем на родине? На киностудии «Беларусь. Фильм. Тридцатилетию Победы» планировали снять документальную ленту об отважном фронтовике танкисте Зиновии Колобанове Который в то время жил в Минске Однако проект не был завершен Кому-то из руководителей студии история показалась слишком фантастической и неподтвержденной Позже удалось выяснить Даже в открытых документах танкиста немало белых пятен Журналисты, которые работали в Санкт-Петербургском телевидении Которые работали в архиве и нашли его личное дело первыми Мне в личной беседе рассказывали, что часть личного дела была заклеена бумагой Они спрашивали, я подчеркиваю, это было в личной беседе Они спрашивали у представителей архива, можно ли им эту бумажку отодрать Им это дело запретили Многие официальные документы о том бои ни в советских, ни в немецких источниках еще не раскрыты И возможно однажды придет время для официального признания подвига танкистов Однако уже сегодня Зиновий Колобанов кумир миллионов У нас достаточно большое количество игроков получило данную медаль Примерно 3,5 миллиона человек получили около 7 миллионов медалей Мы хотели увековечить подвиг одного из героев войны, старшего лейтенанта Колобанова Это не самый непроизойденный результат Более никто, ни немцы, ни союзники, ни в Советском Союзе, ни один астанкист Не смог за один бой уничтожить более 22 машин сразу Подвиг роты Колобанова чтут не только в виртуальном мире Вот уже несколько лет, 20 августа, в день боя под войсковицами Отец Вячеслав, настоятель храма на Шпалерной в Петербурге Выводит свой мотоклуб на пробег памяти защита Колобанова 43-1 Мы делаем такую акцию, нашли название «Защита Колобанова» Она имеет такую, так сказать, реминисценцию из шахмат Это действительно гроссмейстерски решенная задача по блокировке танковых колонн От монументов в честь экипажа КВ-1 150 километров по местам боев Вспоминают всех, и танкистов, и народное ополчение И тех мальчиков-курсантов, что отдали жизни Под Ленинградом Зиновий Колобанов при жизни не раз сталкивался с недоверием к истории своего подвига Однажды Колобанова попросили выступить на военно-исторической конференции в Минске Рассказывая о роли танков в оборонительном бою, он сослался на собственный пример Следующий оратор едко усмехнулся «Преувеличивайте, быть такого не могло» Сдерживая дрожь, Колобанов передал в президиум пожелтевший листок фронтовой газеты Председатель пробежал глазами текст, подозвал оратора и строго приказал «Читай вслух, чтобы весь зал слышал» Незадачливый критик покраснел и зачитал заметку В зале на несколько секунд воцарилась тишина Затем люди начали вставать и аплодировать ветерану Овация длилась несколько... Но я сейчас не гарантирую, что я смогу взять Колобанова Это момент напряженного боя в виртуальной игре Которую без преувеличения можно назвать одной из самых популярных в мире В нее играют 150 миллионов человек И каждый стремится завоевать самую престижную награду Медаль Колобанова Для того, чтобы победить в виртуальной игре